На брифинге рассказали о пособиях и разовых выплатах, акцентировали внимание на категориях получателей выплат и условиях их получения. Речь на заседание шла сразу о нескольких основных выплатах. Одна из них – ежемесячная выплата в размере 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет. Любая российская семья, которая воспитывает ребенка до трех лет, она имеет право обратиться на портал госуслуг либо личный кабинет. Выплаты назначаются с апреля по июнь. Независимо от того месяца, в котором вы обратились, в любом случае вы получите выплату за указанный период. К тому же единовременная выплата в размере 10 тысяч полагается семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Выплата производится до октября вне зависимости от наличия материнского капитала и оформляется через портал госуслуги, а еще при обращении в многофункциональные центры. Повышенное пособие на ребенка до полутора лет можно будет получить с 1 июня. Родителям, осуществляющим уход за первым родившимся ребенком в возрасте до полутора лет и получающим пособие на ребенка в минимальном размере, то есть 3375 рублей 77 копеек, будет в два раза увеличен размер пособия и составит 6751 рублей в месяц. Перерасчет будет произведен автоматически, без предоставления дополнительных документов. Что касается ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере 1-2 прожиточного минимума, то такую выплату с конца мая смогут получить малоимущие семьи. Необходимо будет написать соответствующее заявление на портале госуслуги.ру. Граждане, потерявшие работу и вставшие на учет с 1 марта 2020 года, имеют право на получение доплаты на каждого ребенка в размере 3 тысяч. Данную доплату могут получать не только родители, но также опекуны и усыновители. Если оба родителя потеряли работу, данную выплату сможет получить только один из родителей. Заявление можно подать в МФЦ. К заявлению обязательно необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка, чтобы мы могли удостовериться о наличии ребенка. Подать заявление на большинство выплат можно в удаленном порядке – через портал госуслуги или обратиться напрямую в МФЦ. 13 мая филиалы и отделения МФЦ переходят на новый режим работы. Мы переходим на прежний режим работы. Ранее у нас были сокращенные рабочие недели. Теперь мы будем работать в прежнем режиме, но по предварительной записи. Все ссылки и телефоны горячих линий будут размещены на сайте администрации и на официальных сайтах всех социальных учреждений. Александра Котикова, Ольгиз Мениханов. Время новостей. Александра Котикова, Ольгиз Мениханов.